В Центральном парке культуры и отдыха имени Полиничка в Орске заменили некоторые конструкции на аттракционах. Все ограждения обтянули пластиковой сеткой, чтобы было более безопасно. Как мы уже рассказывали, недавно сотрудники прокуратуры проверили состояние детских игровых площадок и аттракционов в городе. В Центральном парке было несколько замечаний, но их довольно быстро устранили. Например, на цепочной карусели вихрь имелись сколы пластика с образованием острых травмоопасных кромок. Но, как рассказывает руководитель парка Александр Чернышев, замена конструкции уже стояла в планах на этот год. Заранее у подрядчика было заказано все необходимое, но он совсем немного задержал поставку. И поэтому замечания прокуратуры удалось быстро устранить. После случившегося несчастья в Оренбургском парке, мы, в принципе, и ожидали, что придет проверка. Данные сиденья у нас были закуплены еще, ну, заказаны в феврале месяце. И поставщик обещал нам к 1 мая подвезти это сиденье к началу сезона, ну, на пару дней задержался. А так мы можем пройти, посмотреть, что, да, действительно, сиденья новые, все аккуратненько. Никаких сколов, никаких мест, где может быть поранен человек нет, отсутствует. А вообще в парке есть несколько изменений. В этом году заменили конструкции на карусели сюрприз. К летнему сезону подкрасили часть аттракционов, поставили свежие вывески. Год назад у каждого аттракциона появился свой номерной знак. Для тех, кто не замечал или не знал, что он обозначает, объясняем. Это как раз-таки свидетельство того, что аттракционы проверили на соответствие всем установленным требованиям безопасности, изучили техническую документацию и провели пробный запуск. Знак представляет из себя металлическую табличку с порядковым номером, кодом региона и QR-кодом. С помощью мобильного телефона можно получить информацию о производителе, проверках и состоянии аттракциона. Ежегодно все оборудование проходит запланированное техническое освидетельствование. Каждый день осмотры проводят специалисты парка, рассказывает Александр Чернышев. Хочу сказать, что у нас ежегодно перед началом сезона приезжает специально аттестованная комиссия, которая проверяет все техническое состояние данных аттракционов и на основании этого осмотра дают заключение. Годен аттракцион к эксплуатации или не годен. Допущен, не допущен. На основании этого акта мы уже идем в гостехнадзор, предъявляем этот им документ, и они нам дают отметку о том, что аттракцион допущен в эксплуатацию. И мы с этими документами приступаем к работе. Ну, помимо того, что это ежегодно у нас проходит перед началом сезона, еще ежедневно перед тем, как приступить к работе, приходит контролер, главный инженер, делает контрольный пуск аттракциона без посетителей, без пассажиров. Контрольный пуск делает, прислушивается, присматривается, нет ли каких-то посторонних замечаний, звуков. В общем, Центральный парк готов встречать арчан и гостей города. Ксения Семененко, Дамир Насыров, служба информации ТРК Евразия.